Все же в курсе, что Кристофер Нолан любит снимать свои фильмы без использования компуктерной графики. Сложно поверить, но даже эти кадры в начале он снял вживую. Простите, я набрал. Ну ладно, там может быть и есть графон, хотя я не уверен. А вот в OpenGamer Нолан оформил целый ядерный взрыв без использования CGI. Да что уж там, в новой работе «Гения» нет ни единого нарисованного кадра. Там даже секс Киллиана Мёрфи и Флоренс Пью настоящий. Бэ! Это что такое, а? А, ну это зацензуренная обнажёнка, потому что не все зрители оценили попытку Нолана снять своё псковское порно. Зато все заценили шикарный актёрский состав OpenGamer'а. Вы только посмотрите на эти лица, тут же просто звезда на звезде. Так, погодите-ка, а где чернокожие актёры? Ну куда вы все подевались? Получается, Нолан выдал базу без повестки, и ему это простительно. Он же гений. Да и как оказалось, Кристофер снял кино для умных. Это вам не Барби, тут думать надо. Правда, непонятно, что здесь сложного, но для великих умов из интернета это уже уровень. Поэтому трижды подумай перед просмотром, а готов ли ты к трёхчасовому биографическому фильму, в котором нет трансформеров и Кена Райана Гослинга? Потому что если ты ждал весёлого боевика со взрывами, то я тебя огорчу. Это не для тебя сделано, и не для таких, как ты. Если честно, я не знаю, что говорить о таких фильмах. Во-первых, как мы уже поняли, такая духота со смыслом не для всех. Она для так называемых интеллектуалов. Но лично мне зашло, и три часа пролетели почти незаметно, если не брать во внимание мою мёртвую жопу. А во-вторых, ну что о таком кино в принципе можно сказать? Ну как его похвалить? Ну... Короче, OpenGamer нужно смотреть только в кинотеатре с правильным настроем, а не дома в галимой экранке. Но до наших кинотеатров это с большой буквы кино вряд ли когда-нибудь дойдёт, так что... Ну и хуй с ним.